вот ну здравствуйте с вами опять Максим Доша значит и сейчас надо будет Максим Доша смотри в камеру нет это специально думаешь артисты когда отворачиваются от камеры это значит что они не профессионалы это может быть так задумано смотреть либо в профиль либо назад либо перекрутиться как-то интересно снимай куда-то подальше раз уже мы так это будем вылаживать анкаты в конце концов мы профессионалы нам не обязательно снимать с какого-то ебать десятого дубля как будто бы снимают не знаю какую-то шнягу или артисты неуверенные или сценария нету понимаешь я могу импровизационно легко взять и что-то сказать то что я чувствую то в чем я уверен и люди которые будут это смотреть им будет нравится смотреть и слушать меня собственно говоря ну например поговорим о чем поговорим вот допустим о современной жизни о современной жизни потому что сейчас время стало очень такое что вот я в контакте пишу очень много стало лицемеров лгунов вот я сейчас иду по улице вот люди которые меня узнают которыми они понравились еще со времен мая таланта снимать дальше господи они ну да что был виден фон конечно вот они они максимум что сделают они либо ухохочет мне в лицо либо скажут это он ха 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 и отойдут а вот то что мне пишут в интернете вот да 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 вы которые вы суки меня сейчас смотрите будете писать что я там долбоеб конченый или еще что-то радион давай да идти как раз то куда идти главное куда-то идти чтобы было движение 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 чтобы был драйв драйв как лил джон а чего сейчас нас охранники выгонят охранники да я же рассказывал эту историю про охранника который да да который блин не давал мне послушать как там чувиха в ресторане пела rolling in the deep ладно собственно говоря что я хотел сказать так вот что пошло такое время что люди начинают лицемерить эти они все очкуют они меня в интернете пишут почему потому что видят что нормальный интересный адекватный парень вот и поэтому собственно говоря я хочу делать это я и делаю собственно говоря это видео и хочу делать и делаю и вот такая разница куда мы идем господи ты снимай не обращай на мне внимание ладно вот но наоборот даже этот отвлекающий фактор наслужит каким-то интересным для зрителя в чем-то согласись так вот что я хочу сказать да что я хочу сказать что люди люди сейчас они становятся очень лицемерными понимаешь о чем я говорю но это очень лицемерными какая разница куда ты снимай иди за мной ёбаный в рот режиссер учись учись студент пока я живу даже сейчас надо вот эту ситуацию обыграть как-то с юмором интересно не знаю если так подумать всех артистов цель просто развлекаться развлекаться ну вот мы просто я мы сейчас развлекаем вас ты снимаешь я говорю вот так люди они такие вот что мне в лицо такое не скажут а если скажут то я им отвечу и и блин и понятия по интернету люди говорят мне сочувствуют безнаказанность я не понимаю вот это это просто ужасно это это просто невыносимо ужасно что вот люди люди они вот в интернете вот я и вот я вот я того же джастина бибера например джастина бибера что тоже такое писали дан чтобы популярные перестали писать почему потому что это потому что это стало мейнстримом да я знаю что машина это стало мейнстримом а против попсы не пойдешь а а когда он был таким же бибером на настоящем а не делал продукт вот то ему писали всякое говно если бы меня сейчас снят но не твою камеру на какую-то нормальную твоя камера классная но пойми мы сейчас с тобой все-таки и снимаем скажем таким импровизацию то есть фишка в том ты должен понять родион фишка значит в том что пойми если бы это все поставить вложить в это много денег создать вот это грамотное видение и замылить людям голову как это делают наши популярные артисты у нас без есть начнем с этого вот то что можно сказать то конечно людям это понравится потому что им понравится сам продукт но это не значит что им понравится человек который вот вложен сам артист и поэтому вот происходит у нас на эстраде такие вещи как как серебро то есть взяли просто вот трех девочек в чем-то и красивый в чем-то сексуальный блин но это песня я сошла с ума мне мало 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 тебя ай-яй-яй ну пиздец я не помню жили людям реально это нравится просто там фадеев ей так это поставил я никогда я всегда буду я в комментах на ютубе пишу и на странице писал на тему макса фадеева там чё там талантливый человек у него это у меня кстати тоже такой талант из минимальных ресурсов делать максимальные вещи но я опять повторяю может не мне дано судить мне дано осуждать не суди да не судимым будешь а я не сужу я просто говорю объективные вещи объективные вещи что почему да мир несправедлив но почему реально вот люди должны сидеть которые могут а которые не могут должны делать неужели реально вот фадеев просто он тогда нашел их и все вот они успели туда зайти понимаешь о чем я говорю вот и опять таки в мире очень много вещей да идем просто походим гостаниташ людям нравится движение динамика драйв драйв подъезжали драйв вот смотри эй ты чё не снял как я машину хотел остановить внимание меня да блин ты гонишь ты реально гонишь вот идем туда в сторону супермарка вот в мире очень много сейчас вещей происходит непонятных странах и поэтому они позволяют людям уже называется отклоняться от от общепринятого течения то есть появляются очень многие непонятные вещи и переоцениваются ценности люди они по отдельности они нормальные все но в целом вот оно становится с каждым днем все хуже и хуже и поэтому люди индивидуальности начинают меняться слабые люди начинают подвоздействовать да блин успокойся не разбил бы ты камеру господи надо следить за такими элементарными вещами вот да понимаешь люди начинают переосмысливать ценности и слабые люди начинаются поддаваться влиянию влиянию этих всех вещей этих факторов которые противодействуют что называется и с помощью общества их ним личностями люди люди начинают слабеть слабеть духом и я не понимаю куда катится мир я серьезно не понимаю вот я сейчас даже скажу это прямо в арке в арке что был эффект куда катится мир куда катится мир куда катится мир я кстати в этой арке снимал красавчика и кису в конце давай я сниму да сними сними я так поставил камеру по кругу и пел красавчик и киса красавчик и киса красавчика и киса я снимал и вот так и снимал и вот это получается такие вещи мир катится непонятно куда миром правит ложь лицемерие и деньги я не могу вот это просто просто ужасно ужасно и невыносимо невыносимо с этим никто не хочет бороться поэтому я и уважаю владимира вольфовича вериновска потому что человек борется просто у меня уже в тело болит хорошо дай мне камеру буду сам с ним из тебя снимать рука у него болит вот поэтому и получается собственно говоря такие вещи происходят в мире это все очень мы идем в переулок я тебя прошу все равно у нас получается такая легкая импровизация такой дух мы несем дух с тобой скажи блин я твои камеры немного боюсь потому что она блин самое что прикольное радик возьми камеру да возьми камеру уже отдохнул идем дальше вот что в духе уже лицемерии когда миром правят деньги то люди начинают переосмысливать и переоценивать ценности это все это все настолько ужасно что действительно конец света подходит своему логическому завершению то есть скоро должен он наступить я не знаю что сказать я действительно не знаю что тут сказать как можно повлиять на мира че торжешь смешно что смешно не знаю смешно смешно ты что смог с камерой наебнуться и упасть вот это могло быть смешно ты же не предупреждал я тебя предупреждал должен сам следить за дорогой это не все так просто хотя это слизано у бритни спирс вот я такие вещи просто обязан знать потому что блин это классика вот дальше все поэтому поэтому собственно говоря люди в это выбирают а недавно встретил одну девушку знаешь девятнадцать лет девушки он очень красивая очень сексуальная меня узнала она мне реально понравилась на ко мне первая подошла чё чё ты ржешь эмоционально рассказываешь да ну блин я понимаю ну как жириновский так вот как прямо или туда пойдем прямо прямо ну ладно следи за лежачими полицейской дороги вот встретил 19 лет девушка очень красиво очень сексуальная подошла ко мне поздоровалась первое я подумал господи что такое девушка она мне потом написала в контакте что 87 килограмм она весила полгода назад 370 сантиметров она мне реально очень понравилось но я реально я вот когда ее целовал я вообще не понимал а ей не нравится не встречался не хочет это причем и встречался не но в жизни ты с ней встретился да я тебе сказал мы с ней познакомились на улице она мне узнала в центре города а это та которая помню да но я и я не буду не давать ее координаты не говорить как ее зовут потому что собственно говоря я не хочу придавать человеческие отношения но суть в истории вот что в этом вот что сейчас до такой степени мир испортился что 19-летняя красивая и сексуальная девушка на этого не замечает она она хочет покончить жизнь самоубийством это просто ужас это насколько вот жизнь даже вот к таким вещам что даже люди которым природа подарила красоту сексуальность и шарм они этого не видят они не ценят не замечают этого еще один пример тоже 19 лет девочка зовут я дашу фамилию не скажу просто не думаю что в одессе по всем дашам кто-то будет искать в контакте подошла ко мне девушка я сам хотел к ней подойти в центре когда гулял познакомиться она ко мне подошла попросила автограф это сказал девушка вы одна гуляете но она сказала да мы подошли скамейки я так начал ее гладить 19 лет красивая девушка что лесбиянка как можно быть 19 лет красивой она сказал она разочаровалась в парнях разочаровалась парнях да ёбаный в рот господи но не становиться же лесбиянка я не понимаю я постарался ей вернуть веру в этот мир в этот жизнь она в конце мне сказала такую фразу я на всю жизнь запомнил она мне сказала я даже остановлюсь она мне сказала я я вам жму вашу талантливую руку и ушла я просто шоке она сказала что у нее тогда было свидание с девушкой пожалуйста у меня на день рождения была девушка но если она будет смотреть это видео она поймет кто опять таки не хочу говорить как ее зовут тоже лесбиянка в 17 лет лесбиянка в 17 лет и что я не буду говорить дальше но опять таки я ей говорил и намекал и говорил что красивая сексуальная девушка лесбиянка в 17 лет ну как это можно как можно стать лесбиянкой в 17 лет если она мне смотрит у нее сейчас такие чувства должны заиграть внутри я это говорил в лицо им бесполезно все говорить я говорю мир катится в унылое говно в говнище мир катится блять я говорю у меня есть реально вот по-настоящему мечта готов отказаться даже от карьеры от всего я хочу реально быть у жириновского на бэк вокале в думе у жириновского хочу быть да что ты на меня так смотришь у жириновского хочу блять потому что человек извините он проживает свою жизнь не зря он пытается изменить этот мир сделать его лучше он осознает вот мне не интересна политика но извините меня и идем идем обратно но извините меня человек человек пытается построить дома построить детские площадки вылечить людей следить за статистикой чтобы меньше людей умирало меньше людей поканчивало жизнь самоубийством и человек живет если мужа бог дал вот эту миссию что он там на вершине политик что это не значит что надо тупо прохлаждаться как у нас все политики делают да лежачий полицейский смотри не упади а надо что-то делать надо что-то делать и извини меня тратить свою жизнь так куда ты снимаешь ты блин уже кайф ловишь да вот сейчас машина проезжает вот то надо что-то делать надо менять мир в лучшую сторону понимаешь о чем я говорю вот а сейчас мир такой что вот я вам привел несколько примеров это все ужасно это все ужасно очень плохо а те люди да а те люди которые у меня с детства привычка листья да я не знаю почему мне это помогает восстановить дыхание это конечно немного странно но ты тогда не те листья ешь там особенные ну чего травку блин я не понимаю неужели реально люди которые в интернете пишут что мне надо лечить да блять да это все дешевые понты я не знаю я могу быть разным в принципе люди люди реально настолько тупые что они не понимают что все что я это делаю это элементарное ну блин должно какой то назвать образ показывается да не завтра просто я делаю то что я делаю блин это не значит что я такой просто конечно блин и всяком оба ой 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 вот보다 нех owner сзади перри впадошла вот из этого коммента под видео будут лайки будут писать секунду минуту секунду вот этой собаки и сказать и сказать блин было бы ее я бы хотел родиться этой собакой чтобы скусать досу, будут хейтеры так писать да потому что мало ума у людей, поэтому так писать и будут что они прав? да, а я заснял, я заснял точно ты заснял, ну конечно ты заснял, ты ревизер, ёба-ёба вот, короче, и что? на чем я снял, а, на том, что вот да, такие вещи происходят в мире, и люди думают, что вот если я это делаю, то блин, да господи, я это делаю просто чтобы показать, у меня конечно нет возможности извините меня показать, как это показывают, блин люди, которые показывать нихера не умеют, но которых заставляют это показывать, как Лазарева, как Серебро, блин как эти все люди, которые пытаются казаться яркими, но на самом деле нихуя они не яркие, блять, на них, сука, смотришь и я реально, вот Серебро, вот я посмотрел эту песню на новой волне вот эту песню Серебро, танцевальная песня, во-первых, там задавлены ударные, во-вторых, я слушаю танцевальную песню, смотрю в одну точку, я вообще нихуя не хотел танцевать по этой песне, нихуя да, неужели людям реально это нравится, это пиздец, как должно быть поставлено, я просто теряюсь с этого всего, просто звездец, вот, и вот поэтому, собственно говоря, делайте вещи, да просто чтобы показать, блин, чтобы показать хотя бы всем этим людям, чтобы показать всем этим, блин, людям, что вот, вот как надо, вы так не умеете, а я это умею, вот смотрите и учитесь, самое что прикольное, я даже уверен, что возможно, возможно, некоторые звезды нашего отечественного шоу-бизнеса, они тайком меня смотрят, потому что я это как, как кричевой Дима Билан, то есть, как Дима Билан, то есть, его музыку, я понял, его музыку слушаешь, но нельзя никому говорить, что я слушаю Диму Билана, потому что это как бы, ну, так и здесь, люди стесняются, потому что я говорю правильные вещи, и мне хочется слушать, но они люди согласны с этим, так и согласны с песнями Билана, потому что это то, что они хотят услышать, но вот огласить это вслух, огласить это вслух, вот так вкрутую, люди не могут, потому что боятся, потому что общество работает по-другому, работает в обратном направлении, и поэтому, собственно говоря, с этими ничего и не поделаешь, ничего не поделаешь, поэтому, поэтому, люди, у меня к вам месседж ко всем, я реально хочу стать президентом мира, чтобы реально помочь этому миру, у меня есть силы помочь этому грёбаному миру стать лучше, ёбаный, ты же в рот, я, конечно, не знаю, буду ли я ругаться матом, как Жириновский, если я стану президентом мира, но дело даже не в мате, а дело в том, что мат это самовыражение, это выражение тех эмоций, вот тот кот, которого мы снимали тогда, помнишь, несколько минут назад? Нужно назад идём сейчас, успокойте. Ой, котяра какая, бешеный котяра, мотик какой, котяра, котик хорошенький, котик хорошенький, хорошенький, хорошенький котик, хорошенький, няшный котёнок. Тихо, всё, а ты сейчас потом уже украдёшь. Иди, 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 иди. Так вот, вот видите, вот чё, вот я что упоролся, что я сейчас кота погладил. Видите, то есть опять-таки это какой-то, наверное, ну не знаю, способность, талант, что вот взял так быстро переключился. Ладно, давай сейчас перейдём дорогу. Переходим, переходим дорогу, давай. Как в голливудском фильме. Экшен, мадапакер! Эффектно было, скажи? Угу. След ей. Ну-ка, давай ещё, снимай меня отсюда, снимай меня отсюда, давай сейчас замутим типа, давай давай. Смотри. Смотри. Реально сделал, что не сдержан эмоций? Это ж весело, И если бы это, конечно, было бы более грамотно снято, там, с этим сюжетом каким-то, то было бы круто бы обыграно. Что, нет? Да. Было б круто обыграно. , б**ки. Так вот, шутки шутками, но серьезный разговор, видите, я меняю темы, меняю темы. Но серьезные вещи, понимаете, серьезные вещи, они будут всегда править миром, и поэтому люди, люди, одумайтесь, куда мы катимся. Куда мы катимся, надо спасать. Опять на фарку идем, да, где красавчика и кису. Мы сами доведем этот мир до конца света. Поэтому давайте, как будто бы я Бог, давайте спасем друг друга от этого ужаса, давайте сделаем мир лучше, кратче, чище. Не, ну пипец, скажи мне речь обидеться на тему Вириношку, Кандалаки и Джигурды, как все вместе взято. Ну ладно, надеюсь, шутки шутками, но, опять-таки, даже в футочном контексте, если преподать такие серьезные вещи, как преподаю их я сейчас, правильно, это все равно будет иметь какой-то смысл. То есть люди, наоборот, в футочной форме, но это задумается серьезно, то есть по каким-то каналам людям зайдет эта инфа, понимаешь, и они задумаются, задумаются над смыслом этих серьезных вещей. И надеюсь, я в своем видео сделал этот мир немножко чище. Всем спасибо за внимание, меня зовут Максим Доши. Да-да-да, Максим Доши, давай. Давай. Продолжение следует...